МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ты там делаешь с яблочками? Не беспокойся, Циркуль, с помощью этих фруктов я попытаюсь ответить на вопрос нашего телезрителя. А пишет нам Андрей Пермяков из Москвы. Уважаемый профессор Круглов, расскажите, пожалуйста, что такое тождество? Не правда, что это такое? Оно имеет отношение к яблокам? Нет, Циркуль, тождество – это математическое понятие. А яблоки я взял для иллюстрации, чтобы было понятно и тебе, и ребятам. Вот разберёмся во всём, и я дам тебе погрызть, пусть не гранит, но, по крайней мере, яблоко науки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаком это тебе, Циркуль? Знаю, знаю. Переменами слагаемых сумма или произведение не меняется. Да. Это всем известные свойства сложения и умножения, называемые в математике переместительным законом, является простейшим примером тождества. Впервые общее определение тождества было дано великим немецким учёным и философам Вильгельмом Готфридом Лейбницем. Кстати, именно он ещё в 1673 году создал механический калькулятор, выполняющий сложения, вычитания, умножения и деления чисел. Похоже, как у меня. Ну что ты, такие калькуляторы, как у тебя, появились в Циркуль значительно позже, только в 20 веке. Калькулятор Лейбница выглядит вот так. Итак, вернёмся к нашим расчётам. Смотрите, мои юные пифагоры, это равенство. Но они имеют одну особенность. Такие равенства верны при любых значениях, входящих в их состав переменных. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотрите, мои юные пифагоры, это равенство. Но они имеют одну особенность. Такие равенства верны при любых значениях, входящих в их состав переменных. При любых? А как это доказать? Ребята, давайте возьмём первое из написанных мной на доске уравнений. И ты, Циркуль, смотри внимательно. Что мы будем делать? Если это тождество, то его левая часть должна быть равна правой. Для проверки мы возьмём и раскроем скобки в левой части. А квадрат плюс АВ плюс БА плюс Б квадрат равно А квадрат плюс 2АВ плюс Б квадрат. А квадрат плюс 2АВ плюс Б квадрат равно А квадрат плюс 2АВ плюс Б квадрат. Итак, ребята, что мы видим? Левая часть, ну, в нашем случае верхняя, не отличается от правой, в данном случае нижней. Следовательно, доказанное нами равенство является тождеством. И правда. Ребята, давайте дадим определение тождеством. Тождество – это равенство, верное при любых допустимых значениях, входящих в него переменных. А что? Бывают недопустимые? Понимаешь, мой друг, есть такое правило в математике, на ноль делить нельзя. Ну так вот, при работе с дробями может возникнуть такая ситуация, когда в знаменателе образуется ноль. А, теперь мне понятно. А чтобы стало еще понятнее, возьмем яблоко. Яблочко? Да, циркуль, наконец-то мы добрались до твоих любимых яблок. Что ты делаешь? Смотрите, я взял яблоко и разрезал его на две половинки. Одну половинку мне, другую тебе. Хорошо. Мою половинку мы пока отложим, а твою циркуль разрежем еще на две дольки. А вот это уже не честно. Почему же тебе достанется ровно столько же, сколько и мне? Как так? Смотри. Что скажешь? Они одинаковы. Ну вот, теперь ты видишь, так же и с тождествами. Ага. Пока мы разбирались с нашими тождествами, к нам пришло новое письмо. Спасибо. От Иры Кошкиной из Нижнего Тагила. Что же она нам пишет? Профессор Круглов. На днях мы с классом ходили в картинную галерею. Расскажите, пожалуйста, почему дома и улицы на картинах кажутся объемными и выпуклыми? Ира. Предметы на картинах кажутся объемными благодаря использованию перспективы. Во все времена художники и ученые пытались изобрести методы создания изображений, воссоздающих на плоскости три измерения пространства. Таким способом, передающим глубину пространства, как раз и является перспектива. Первые попытки отображения объектов с помощью перспективы появляются уже в искусстве Древней Греции. Впервые правила перспективы упоминаются в трактате греческого математика Евклида, оптика. А это аж третий век до Рождества Христова. Да, какие же умные были эти греки. Действительно. О практическое применении перспективы относятся к шестому-пятому векам до Рождества Христова. Использовали ее в театральных декорациях к трагедиям Исхила. Ну и ну. Математически обоснованную теорию линейной перспективы впервые вывел итальянский художник Амбро Джо Лоренцетти в 14 веке. А вновь она была разработана уже в эпоху возрождения Брунеллески и Альберти. Основывалась теория перспективы на простых геометрических законах и превосходно подтверждалась на практике. Смотри циркуль и вы, ребята. Вот перспектива треугольника. Назовем его А1, В1, С1. Для того, чтобы получить его перспективу на рисунке, мы сделали следующие действия. Из выбранной точки пространства С, которая называется центром перспективы, провели лучи в вершины нашего треугольника. При пересечении плоскости рисунка эти лучи образуют маленький треугольник. У нас он называется АБЦ. И этот полученный треугольник изображения как раз и есть перспектива нашего треугольника А1, В1, С1. А перспективу моей клетки можно нарисовать? Конечно, циркуль. И клетки, и стула, и любого другого предмета. Именно этим и занимаются художники. Например, можно создать перспективу нашего стула. Такая перспектива называется прямой. А что, есть ещё и кривая? Нет, мой маленький друг, но существует обратная перспектива. Это что же, наш стул на ней будет стоять вверх ногами? А вот посмотри, так выглядит наш стул в обратной перспективе. Как странно. Конечно, в жизни мы воспринимаем предметы в прямой перспективе, но обратную перспективу применяют в живописи для написания икон и фресок, когда нужно передать священный смысл изображения. Кстати, учёные говорят, что маленьким детям как раз понятнее обратная перспектива. А мы, хомяки, любим весёлые задачки. А помнишь, циркуль, как мы летом с тобой ходили на рыбалку? А, помню, помню. Ты всё подсчётами занимался. Сколько у тебя червяков в банке? А ты бы лучше зёрнышки считал для практики, а не ел их. Нет. Зёрнышки, видишь, куда интереснее. Постой, а помнишь, я рыбу большую поймал и еле вытянул её? И сколько она весила? А ты сам подсчитай. Она весила один килограмм и ещё половину своего веса. Вот и задачка тебе. Ну, это просто. Один килограмм плюс полкило – всего полтора килограмма. А вот и нет. Моя рыба была тяжелее. Я же сказал, и ещё половину своего веса, а не половину килограмма. Возьмём общий вес рыбы за х. Х равен 1 плюс 0,5х. Х минус 0,5х равно 1. Итак, 0,5х равно 1. Получается, х равен 1 разделить на 0,5. Выходит, что х равен 2. Вот видишь, циркуль, рыба весила 2 килограмма. Вот если бы это было яблоко, я бы точно не ошибся. Ну да, если бы ты также решал задачку с яблоком, то тебе бы досталась только четвертинка. А я отнимал от половины половинку. Держи свою долю яблока, которую я обещал тебе ещё в начале передачи. Ура! А я совсем о нём забыл. Ты так увлёк меня своими расчетами. Да, циркуль, ты становишься настоящим математиком. Да, математика – это очень интересно. Да, мы с ребятами тоже так думаем. Но нам придётся попрощаться. Дорогие мои юные математики, пишите письма и присылайте их по адресу. 109-147, город Москва, улица Марксистской, дом 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя». А также оставляйте свои комментарии на нашем сайте тройная-даблю-радость-моя.ру Профессору Круглову. До новых встреч! До снеганья! Редактор субтитров А.Семкин